Да, прекрасно выглядишь, дорогие друзья. Я опять у Олгис. Правильно? Без мягкого знака. Да, именно так. Вот вы все просили передать ей привет и какая она хорошая и светлая женщина. Вот я ей передаю. И я думаю, ваши приятности до нее тоже доходят. Но я сегодня пришел забрать свою кружку. Кружка, кстати, получилась. Сейчас я ее уже спрятал, но все-таки вам покажу. Вот кружка у меня теперь вот такая. И следующий четверть века я буду из нее пить кофе. А пока я хочу вам показать, они осваивают новые технологии. Эта технология письмо по ткани называется. Вернее, само произведение батик называется, да? Ну, просто типа шоу называется батик. А сама роспись, да. А уже там на других тканях это роспись по ткани. В данном случае у нас шелк, туаль. Вот. И как бы тихоимся на нем? Настя. Настя, да. Настя волнуется. Очень. Я обязательно хочу ее снять, потому что Настя 13 лет прожила в Иваново. Она наша землячка. Ну, я так и подошел, говорю, слушайте, ну, у нас батик-то в Иваново очень популярен. И его любят. А оказывается, наши сюда его и привезли. Настя, а ты из какого рода, что ты говоришь, что у тебя мама художница? Ну, мама у меня художник, у меня как бы мама из Алматы. Она художник по театральному костюму, художник как она писец. То есть она и шьет костюмы, и рисует, и все-все-все вот в этом вместе взятое. Ну и плюс еще троица у Сергея Вуманова. Где? В Иваново, да, в Иваново, да, в Иваново. А как фамилии есть? Сейчас в данный момент Андреева, но у нас вот девушек же фамилии порой меняются. А бабушка моя, Велина Александровна, она из Москвы, Рязанцева, она как бы художник по щелку. Ага, вот так. То есть у тебя такая, слушайте, вы такое приобретение, похоже, серьезное, сделали. Вот хочу, можно вам показать. Да, давайте покажем. Это платочек. У, лисичка. Лисичка. А, какая лисичка, да. Ой, Настя, слушай, я неправильно к свету стою как-то. Так, как лучше. А, вот так, да, вот так. Вот так, чтобы показать. То есть это у нас расписано активными красителями. Суть их в том, что они проникают внутрь ткани, фиксируясь на волокне изнутри. То есть у нас как бы лицо неотличимо от изнанки, и, собственно говоря, сама структура ткани, она не теряется. То есть вот, если нет от нас, то он просто. И тут дух, конечно, такой настоящий, творческий. Другой же. Хотя у нас и Иваново, и Шуи тоже достаточно много. В Пальхе там вообще город художников. Не бывает в тех Пальхе? Да нет. Четка моя сидит пока у себя дома. Мочит хорошо. Вот, если можно, я для сравнения покажу вам ротари в Баттане. Давай. Это у меня был заказ, футболочка. Значит, это вот роспись на футболочке. Ничего себе. Это Красная Поляна? Нет, это Чигем. Чигемское ущелье Кабутика-Зулкария. Вот, там такое пультовое для прокланиристов место. Да, но я там только зимой всегда бываю, и поэтому я летом узнать его не буду. Там есть смысл приехать летом. Очень красиво. Вообще, это одно из моих любимых мест. Вот меня просили написать такую футболку для подруги. Ну, красиво, да. Сыгем. Ну, здесь такие же, наверное, появятся Красные Поляны. Ну, может быть, да. Надеемся. И, как бы, здесь уже, вот у нас Африл, поэтому он как бы фиксируется на понятности в Тайне. И, ну, изнутри уже, как бы, у нас лесок на душе, на понятности. На поле. Ну, для майки-то ее уже наизнанку не носят. Ну, да, это разница. Еще вот у активных красителей, вот, как мы говорим, у Анигина, вот, которыми я пользуюсь, такая особенность. Если в ткани есть, хотя бы, грамм симпетики, краска не ляжет. Она смоется, она просто не зафиксируется. Так, давайте я к вам вернусь. А сейчас вы по какому пытаетесь писать? По какой ткани? Нет, я пишу только по шелку. Ну, как бы, свои работы. Здесь сейчас что? Шелк натянут, да? Да, шелк, а перекритение у нас туаль. То есть он, получается, двусторонний. Ну, вот я бы тоже маленькую работу на туалле принесла, чтобы показать образец. Ну, а почему они, или это такой стиль, они с черного начали? Ну, здесь, да, на момент у нас, да, у нас такой стиль, чтобы было виднее, что человек делает. Я взяла черный, ну, как бы, сам рисунок разработала как черный. То есть вот туаль, у туали такое, ну, это горячий патик уже, то есть у нас холодный патик мы сейчас не делаем. Да, это уже с воском делаем. Это горячий патик, да. И у туали суть в том, что она двусторонняя. То есть она, вот если атлас, он с одной стороны глянцевый, то туаль у нас с двух сторон глянцевая. Как бы, получается, что у нас работа, что так смотрим, что так смотрим, только вот зеркальное отражение. А основное использование – это платочки, шарфики или картины для домашнего интерьера, да? Ну, у меня картины не для домашнего интерьера, я больше сейчас их, как бы, делаю с заделом на выставке. Вот, там, как бы, ну, у меня проект картины делал. А платки, да, платки, шарфики – это, ну, как бы, это же и одежда. Для одежды, да, роспись одежды. Ну, человек-то, если он индивидуально придет, он, наверное, не на выставку начнет готовить? Ну, да, они останетесь в платочке, у меня заказывают, там, вот, большие картины у нас пока только, как, свой проект такой. У вас уже здесь есть расписание, как можно прийти, подстраивать это или только пробное? Я думаю, мы это с Олей сегодня, с Олей сегодня обсудим, да. А, еще пообсуждаем, да? Здорово. То есть я в самое-самое начало отношений. Да, у меня сегодня первый мастер-класс именно по шоуку здесь, в Красной Поляне. То есть я здесь веду к мастер-классу, ну, вот, собственно, в самой Красной Поляне. Но там уже другого направления. Это, как еще и психолог по образованию, у меня в мастер-классе есть «Мантала желание». Вот, когда мы рисуем желание, оно потом реализуется в жизни. Здесь очень много странных людей. Ну, все, спасибо за разговор, да. Счастливого вам успеха.